Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с биографией Генри Стейси Маркс, британский художник, который в начале своей карьеры проявлял особый интерес к шекспировским и средневековым сюжетам, а также к декоративному искусству, изобразающему птиц и орнитологов. А также пейзажи. Большинство его ранних работ были написаны маслом, но он также работал над фресками и акварели. Он был одним основателем группы St. John's Wood Creek и был хорошо известен своими юмористическими выступлениями. Был четвертым ребенком. Его отец был адвокатом, который позже стал строителем карьеры. Одним из его братьев был писатель Джон Джордж Маркс. Родился он 13 сентября 1829 года в Англии, Лондон. Генри учился в небольших школах, где он научился рисовать террористические символы, чтобы помогать своему отцу в его бизнесе по изготовлению экипажей. В 1845 году работал у друга своего отца клерком на складе. Позже пошел работать к своему отцу и примерно в 1846 году посещал от вечерних занятий в художественной школе Джеймса Мэтью Зелли, где он подружился с Фредериком Уолкером. Младший брат Маркса позже женился на сестре-близнеце Уокера. Некоторое время он работал в таких журналах, как Home Cycle, создавая иллюстрации, вырезанные из дерева. Получив однажды отказ, Генри успешно поступил в школу Королевской Академии в декабре 1851 года. В 1852 его отец продал предприятие по производству экипажа, предоставив Генри возможность свободно посещать занятия. Однако он решил переехать в Париж со своим другом Филиппом Гермогеном Кальдероном, чтобы учиться в ателье Франсуа Эдуард Пико и в школе изящных искусств. Вернулся в июне 1852, оставив Кальдерона в Париже и впервые выставился в Королевскую Академию в 1853 году, написав сцену из «Много шума из ничего» Шекспира. Его работы в 1850-1860 годах были в основном основаны на пьесах Шекспира и изображали средневековые сцены. Пополнял свой доход от живописи, выполняя декоративные работы для различных меценатов. Среди них были и работы Минтона для производителей витражей Клейтона и Белла, выполненные по проекту Фриза для внешней стены Королевской Альберт Холл и для дома художника Лоуренса Альма Тадема. Самым важным покровителем Маркса, так написано в экипете, был Хью Гросвена, первый герцог Вестмистерский. Некоторое время он был искусствоведом Спектрал, писавший под псевдонимом Драйпоинт. Маркс работал над декорациями для дома герцога Вестмистерского Йоттанхолли, Грастов Чешир, между 1874 и 1880 годами. С этой целью он написал два полотна длиной 11 метров и 12 панно с изображением птиц в костин. Маркс был одним из основателей клики Сент-Джонс-Вуда в 1862 году вместе с Кальдероном. Целью группы было улучшать друг друга с помощью критики, а девизом, сформулированным Кальдероном, было «Чем лучше изображение каждого человека, тем лучше для всех». Маркс был хорошим другом нескольких корректуристов из Панч, включая Джона Тенниелла и Чарльза Кина. В 1888 году Общество изобразительного искусства запланировало выставку, посвященную птицам, и Маркс решил воспользоваться этой возможностью, чтобы заняться интенсивным изучением птиц. Стал постоянным посетителем зоопарка. В 1890 году у него была частная выставка с его работами птиц. По мере развития его карьеров он все больше интересовался рисованием птиц. Был женат в 1856 году на Хелен Драйсдал. Хелен умерла в 1892 году, а на следующий год Маркс женился на мэре Харриет Кемп, которая также была художницей. Умер 9 января 1898 года в своем лондонском доме, был похоронен над кладбище Хемпстон. Его состояние составляло чуть более 9500 футов стерли. В музее Виктории и Альберта хранятся три законченные акварельные этюды Маркса с изображением птиц и один из эскизов с большими картинами. Умер он в возрасте 68 лет. Ну вот так немного из переводной википедии о Генри Стэйси Маркс, британском художнике, который в начале своей карьеры проявлял особый интерес к шекспировскому и средневековому сюжету, а позже к декоративному искусству изображающему птиц. Пока-пока, до свидания, Кехар. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok